Девушки отдыхают На своей странице в инстаграме спортсмен сообщил, что его невеста Каролин Возняцкий, которая является звездой тенниса, устроила ему вечеринку в честь завершения карьеры. А помолвки Дэвида с теннисисткой стало известно в начале ноября. Вечеринка посвящена завершению моей карьеры с моими друзьями и семьей. Спасибо моей удивительной невесте Каролине Возняцке за то, что подготовила этот сюрприз. Написал Ли. Летом 34-летний баскетболист не стал продлевать контракт с Сан-Антонио и стал свободным агентом. Но новую команду ему найти так и не удалось. Издание «Спортс Яху» пытается найти причины ухода Ли и ссылается на одно из последних интервью. В лучшем случае я хотел играть еще два года, но, как вы знаете, у меня была травма в прошлом сезоне, и я потратил много времени на восстановление. Свою роль сыграло и то, что «Вориорс» заставили многие команды омолодеть свои составы. Это тоже ограничило мои возможности. Всего на счету ветерана 12 сезонов в лиге «За Никс», «Голден Стейт», «Бостон», «Даллас» и «Сперс». При этом Дэвиду удалось стать чемпионом НБА в составе «Вориорс» в сезоне 2015 года. Конец эры Федерера и Надаля. Издание «Фокс Спортс» пишет. Надаль на старте сезона не входил даже в топ-10, но два выигранных шлема – «Ролангарос» и «Юэс Оупен», участие в финале на «Аустралиан Оупен» и победы на турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Пекине – позволили испанскому спортсмену четвертый раз в карьере завершить год в статусе первой ракетки мира. Что касается Федерера, то швейцарец в 2017 году заработал 11 миллионов 700 тысяч долларов призовых и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен и народов, обойдя легендарного американского гольфиста Тайгера Вудса. Кроме того, Федерер – лидер сезона по количеству титулов. В 2017 году он выступал только на крупных турнирах, что не помешало ему возглавить рейтинг самых успешных спортсменов сезона. Швейцарец стал пятикратным чемпионом Australian Open, а также в восьмой раз покорил любимый Уимблтон. Помимо двойного успеха на мейджорах, в активе Федерера победы на турнирах в Индиан Уэльсе, Майами, Гале, Шанхае и Базиле. Руководство Мерседеса решительно настроено продлить контракт с четырехкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, сообщает Give Me Sport. Действующий контракт Хэмилтона с Мерседесом истекает в 2018 году. Стороны уже приступили к переговорам по новому соглашению. Немецкой конюшне, вероятно, придется увеличить восьмизначную зарплату британского пилота, чтобы заполучить его подпись на контракте. В этом году Хэмилтон выиграл чемпионат для Мерседеса. Льюис – величайший гонщик, с которым я когда-либо работал. Мы действительно хотим, чтобы он остался с нами. Говорит один из директоров Мерседеса Ники Лауду. В обозримом будущем роль Хэмилтона в Мерседесе на себя может взять пилот Редбула Макс Ферстаппен, которому в сентябре исполнилось только 20 лет. Льюис Хэмилтон выступает в Мерседесе с 2013 года. С тех пор британец одержал 31 победу, 67 раз финишировал на подиуме и завоевал 48 лидирующих позиций по итогам квалификаций. Милан собирается пригласить футболиста Кака работать в структуре клуба. Легенда Бразилии и некогда ведущий игрок Милана близок к завершению карьеры и может сразу перейти на работу в итальянском клубе. Недавно бразильский хавбэк сыграл последний матч за команду Орландо Сити, отметив, что рассматривает вариант завершения карьеры. У Кака есть предложение из Бразилии, но если 35-летний футболист решит закончить с выступлениями, то у него уже есть вариант с Миланом. Сообщается, что Кака будет присутствовать на трибунах во время матча Лиги Европы против Аустрии, а до того состоится разговор с руководством клуба. Менеджмент Милана заинтересован пригласить Кака, однако о возможной роли бразильца в жизни клуба, а также о том, хочет ли сам игрок осуществить такую смену деятельности, информации пока нет. Сообщает Sports Illustrated, лучшие годы карьеры полузащитника прошли как раз в Милане, где он выступал с 2003 по 2009 год, а затем с 2013 по 2014. В итальянской команде Кака выиграл золотой мяч 2007, Лигу чемпионов 2006-2007, а также чемпионат Италии 2003-2004 годов.